Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». С вами Ирина Левчук. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади, самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром – главная тема сегодняшней программы. Жители Бреста вновь объединились в желании сделать город лучше, чище и красивее. Осенняя акция по благоустройству затронула все ключевые точки города, самая масштабная из которых расположилась в парке воинов-интернационалистов. В ней приняли участие более 200 человек. Профсоюзные лидеры продолжают информировать трудовые коллективы о проходящем в стране общественном обсуждении проекта закона о Всеволорусском народном собрании. Диалоговая площадка прошла на предприятии «Брестские ковры», ООО «Витебские ковры». Организация системы охраны труда – одна из важнейших сфер и находится на особым контроле у государства. Рейдовая группа Технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси проинспектировала 14 субъектов хозяйствования. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы говорим о главных новостях Бреста, о том, что произошло за эти семь дней. Мы начинаем. Этой осенью жители Бреста вновь объединились в желании сделать его лучше, чище и красивее. Компании по благоустройству ежедневно подключались все новые субъекты хозяйствования и просто неравнодушные люди. Еще одна возможность на деле доказать свою любовь к родному городу представилась в субботний день. Жители Ленинского и Московского районов с бодрым настроением и желанием потрудиться вышли, чтобы поработать на самых разных локациях. А самая масштабная экологическая акция состоялась в парке воинов-интернационалистов. Чтобы навести порядок и расчистить лесной массив, здесь собрались представители областного и городского исполнительных комитетов, различных организаций и общественных и молодежных объединений. К экологической акции присоединилась и наша съемочная группа. Ранним субботним утром в Брестском парке воинов-интернационалистов было многолюдно и весело. Под музыку на свежем лесном воздухе, прихватив с собой бодрое настроение и необходимый инвентарь, здесь собрались многочисленные участники экологической акции. Их объединила благородная цель – привести в порядок и благоустроить одно из любимых мест отдыха – парк, где увековечена память воинов-интернационалистов. То, что должно делаться сегодня объективно в Бресте, и по сохранению, и увековечиванию памяти, и культуре сегодня, и дорог, и то, что сегодня мы работаем в прекраснейшем парке, названном Парком Афганцев, наводим здесь соответствующий порядок, создаем определенные условия для наших граждан, то это действительно основная из основных задач, которые сегодня должны выполняться в областном центре. За шесть месяцев текущего года в парке была проведена масштабная реновационная работа. Отремонтированы тротуары, удалены аварийные деревья, установлено освещение и малые архитектурные формы. Здесь прошло множество экологических акций, участие в которых приняли более трех тысяч человек. Был период, когда мы еженедельно здесь по два раза в неделю выходили с волонтерами убирать этот парк, вырезать поросли, выносить ветки. Поэтому работа была проделана очень значительно. У нас еще есть часть лесопарковой зоны, которая не была очищена, поэтому предстоит ее в течение, я думаю, нескольких месяцев привести в порядок. Также будут продолжены работы по благоустройству тротуарных дорожек, дополнять в парк малыми архитектурными формами, лавочками. Откликаются спонсоры, помогают устанавливать и спортивные площадки. Думаю, актуальным будет в следующем году простимулировать инвесторов, чтобы здесь и детская игровая площадка появилась. В этот субботний день участники акции положили начало очередного этапа благоустройства парка. Каждый из неравнодушных брещан трудился с усердием, понимая, что делает вклад в большое и доброе дело. Мы жители города Бреста, но мы должны следить за порядком в родном городе, в родном парке, ну и помогать убираться. Данная акция позволяет нам, естественно, приукрасить наши лесные массивы, сделать то, чтобы люди сюда ходили с удовольствием и с настроением, как мы работаем сегодня. Для молодежи это бодро, весело, энергично. Мы заряжены на позитив, на доброе дело. Это всегда полезно и приятно делать такие хорошие дела для своего города. Но в масштабах города это не просто хорошее дело, а еще один важный шаг и одна из составляющих большого плана по его развитию и улучшению. Наш стратегический курс, чтобы сделать город экологичным, красивым, уютным, является незыблемым. Поэтому жемчужина под названием парк воинов-тернационалистов, естественно, требует дальнейшей какой-то разработки, но к этой теме надо подходить взвешенно, аккуратно, чтобы сохранить вот эту аутентичность, вот эту природу. Я очень благодарен тем коллективам, тем предприятиям, которые откликнулись на призыв навести здесь порядок. На призыв навести порядок откликнулась молодежь, сотрудники областного и городского исполнительных комитетов, представители общественных объединений, а в общей сложности в работах по санитарной обрезке деревьев, уборке и расчистке территории парка приняло участие порядка 260 человек. В продолжении темы. С каждым годом наш город выглядит все более обновленным. Чистые улицы и проспекты, убранные парки и дворы, ухоженные придомовые территории. Брест строится и развивается. И все это происходит благодаря неравнодушию брещан, которые на своих рабочих местах выполняют обязанности так, как нужно, а не для галочки в отчете. Вот и сегодняшняя суббота показала, что желание благоустроить город присутствует у многих его жителей. Во главе экологических акций встали руководители городской и районных администраций. Были затронуты практически все ключевые локации Бреста. За процессом уборки территории наблюдали съемочные группы телекомпании Бук-ТВ. В 9 утра полные силы и энергии с рабочим инвентарем, а главное полные силы и желания вышли на борьбу с мусором неравнодушные горожане. В частности, сотрудники отделов администрации Ленинского района, представители коммунальных служб, а также учащиеся молодежь. И несмотря на прохладную погоду, большой объем дел, работа шла полным ходом. Ведь на календаре осень. Время осеннего благоустройства. И всем так хочется видеть город Брест чистым и благоустроенным. Сегодня здесь, на улице лейтенанта Рябцева, в свой выходной день работники администрации Ленинского района проводят экологическую акцию. Здесь строится очень большой район. Здесь 37 гектаров территории осваивается, благоустраивается. Будет построено 19 жилых многоэтажных домов. Площадь около 145 тысяч квадратных метров жилья. Это очень много. Больше 2200 семей получат жилье, станут счастливыми. И, конечно, территории придворовые будут благоустроены. Будут благоустроены силами застройщиков, силами коммунальников. Но есть территории вокруг района, так называемые лесополосы, которые находятся не в лучшем состоянии. И, конечно, для жителей важны не только придворовые территории, но и то, что находится вблизи района. Поэтому мы сегодня здесь проводим экологическую акцию, наводим порядок, расчищаем этот лес. Здесь, конечно, территория большая, и это не на один раз, но будем подключать предприятия, организации города, будем совместно здесь участвовать. Уборка города для коммунальных служб – дело непростое. Да и к тому же это тяжелый физический труд. И тут на подмогу приходят неравнодушные брещане близлежащих домов. Ведь каждому из нас и в любую пару года приятно прогуляться по ухоженным улочкам, пройтись по чистым скверам и насладиться красотой родного города. Мы пригласили около четырех товарищей-собственников. Граждане откликнулись, идут с удовольствием на встречу администрации, поэтому данная акция здесь проходит с их участием. Вышли граждане и мамочки с маленькими детками, несмотря, возможно, на погодные условия, поэтому граждане идут только на встречу. Нам в Вайбере дал наш председатель клич, кто может прийти, помочь на такой субботник, чтобы помочь в благоустройстве вот этого микрорайона лейтената Рябцев. Тем более, что мы здесь живем, ну вот мы откликнулись, и как у меня маленький ребенок, я в декрете, решила прийти помочь. Это нужно, это для всех, это же наш микрорайон, надо заботиться об этом, чтобы здесь было красиво. Тем более, что застраивается новое все, хочется быть в чистоте, чтобы было здесь все красиво у нас. Несмотря на пасмурную погоду, акция получилась очень активной. Все-таки общий труд, это здорово. А ведь все начинается с малого, с желания облагородить родное сердце уголок и внести свою лепту в большое и нужное дело. В рамках наших акций мы привлекаем молодежь, молодежь привлекаем к труду, к благоустройству нашего родного города, для того, чтобы они понимали через свой труд, как это все делается чище и красивее. И, конечно, работая с администрацией, с работниками администрации, молодежь общается, им тоже интересно узнать о нашей работе, посмотреть, насколько мы работаем не только в кабинетах, но и на свежем воздухе и совместно. В Ленинском районе к акции подключились и субъекты различных форм собственности. На предприятии «Брест Хлеб Продукт» все было спланировано четко и без отрыва от производства. Каждый в этот день трудился на своем участке. Особое же внимание уделили прилегающей территории. Наши люди вышли на свои закрепленные участки, чтобы навести порядок, сделать все красиво, чисто, уютно, чтобы было приятно посмотреть и, соответственно, работать с полной отдачей и с гордостью за свое предприятие. Заметно, что сотрудники здесь душой относятся к своему делу, а потому не только в рамках акции, но и просто в свободное время постоянно украшают и облагораживают территорию. Такой труд не останется незамеченным, ведь забота о создании уюта и хорошего настроения для людей никогда не бывает напрасной. А самое главное – это желание сделать жизнь лучше. Анастасия Милишкевич, Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Для программы «Итоги недели». Для того, чтобы подрастающее поколение всегда помнило о тех подвигах, которые совершили наши предки во время Великой Отечественной войны, общеобразовательные школы Бреста также присоединились к экологической акции, сделав акцент на уборку воинских захоронений. В рамках акции по осеннему благоустройству, а также с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения, учащиеся школ наводили порядок на могилах павших воинов, которые отдали свою жизнь за мирное небо над нашей головой. Наша съемочная группа также побывала в этих памятных местах. Любить свою отчизну, свой народ, свои традиции – это чувство белорусов зарождается с измальства. Его не искоренить. Это большинство из нас дано свыше. Эта любовь и патриотизм по отношению к родине была и у героев Великой Отечественной войны, которые на Брестской земле защищали свой народ – матерей, детей, сестер. Героический погиб в бою с фашистами при защите государственной границы СССР 22 июня 1941 начальник 10-й погранзаставы Михаил Ишков. Сегодня ребята из 35-й школы приводят в порядок территорию обелиска, где покоятся младший лейтенант Ишков и его супруга. В рамках военно-патриотического воспитания молодежи 35-я школа шефствует над местом захоронения, над местом гибели пограничников 10-й пограничной заставы в июне 1941 года и над местом их захоронения. Очищаем от сорняков, подкрашиваем, подмазываем. Где оградка завалилась, немножко поднимаем ее. Чувствуют ли ответственность перед своими предками учащиеся? Вероятно, да. Потому что то усердие, с которым они убирали территорию захоронения, не сыграешь. Мы, учащиеся 9-го класса, обязаны подавать пример и мотивировать тех, кто является намного младше нас. Мы можем им предоставить то, чему научились мы сами. И мы также являемся патриотами нашей страны. Мы обязаны чтить память тех героев, которые погибли за независимость нашей Родины. Наши прадеды пожертвовали жизнью для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы следим за порядком наших памятников. Это памятник пограничника Ишакова и его жены. И памятник последнего боя пограничников. Мы убираем сухую листву, подрезаем ветки сирени и ежегодно возлагаем венки памяти. Для нас это очень важный и патриотический момент. Мы воспитываем в себе лучшие качества, мужество. Мы следим за этим и мы гордимся. Активное участие в экологической акции приняли также и учащиеся средней школы номер 27, которые навели порядок на территории братской могилы воинов, погибших в июне 1941 года. Похоронены герои на Реческом кладбище Бреста. Почтили память героев погибших в годы Великой Отечественной войны и учащиеся средней школы номер 5. Они навели порядок на территории возле памятника в районе Красных Казаров, где в 1942-1944 годах находился концентрационный лагерь для военнопленных и мирных жителей. Сегодня это улица Смирнова. Мы, учащиеся 27-й школой города Бреста, являемся волонтерами отряда «Доброе сердце» и несколько раз в году участвуем в акции «Обелиск» по благоустройству территории Реческого кладбища и Брестского захоронения воинов Великой Отечественной войны. В этом захоронении покоятся останки всех погибших бойцов до 162, которые находятся дальше по улице Смирнова. Для нас участие в подобных акциях – это возможность ближе познакомиться с историей микрорайона и почтить память героев. В год исторической памяти в рамках месячника по благоустройству пионеры мы, члены первичной организации общественного объединения БРСМ, средней школы номер 5, облагораживаем территорию памятника жертвам фашизма. Здесь, на территории бывших красных казаров с фашистами, был организован лагерь, в котором умерло более 7 тысяч военнопленных и более 2 тысяч мирных граждан. Мы не имеем права об этом забывать и считаем своим долгом приходить сюда и поддерживать территорию памятника в порядке. Мы гордимся нашими прадедами, которые завоевали для нас победу в годы Великой Отечественной войны. Каждому из нас важно помнить о тех подвигах, которые совершили наши солдаты, для того, чтобы мы жили в спокойствии, без страха за свое будущее и будущее наших потомков. Наша обязанность – не только сохранить эту память, но и не допускать этих страшных событий в дальнейшем. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. В нашем очередном субботнем выпуске мы решили рассказать вам о судьбе одного из известных предприятий Бреста. Еще два года назад ковры Бреста находились в процессе банкротства, и свет в конце туннеля даже не просматривался. Сложная экономическая обстановка и, как следствие, спад спроса, уменьшение заработных плат, сокращение большого количества работников было непросто. Казалось, из глубокой ямы проблем выбраться уже невозможно. Однако на помощь вовремя пришли коллеги-ковровщики. Открытое акционерное общество «Витебские ковры» на аукционе приобрело имущественный комплекс предприятия и преобразовало его в свой филиал. Эти перемены привели к положительным результатам. Теперь можно с уверенностью сказать – у брестских ковровщиков есть будущее. Какая сегодня обстановка на ковровом предприятии, об информировании трудовых коллективов о проходящем в стране общественном обсуждении проекта закона Всебелорусском народном собрании, об этом и не только расскажем прямо сейчас. За последние полтора десятка лет открытое акционерное общество «Ковры Бреста» потеряло многое из того, что было заложено еще в советские времена. Количество работающих сократилось в несколько раз. Упал спрос на продукцию, уменьшилась заработная плата. Менялись один за другим руководители, перед каждым из которых ставилась задача поднять предприятие. Время было тяжелое. Однако на помощь вовремя пришли коллеги-ковровщики. Открытое акционерное общество «Витебские ковры» на аукционе приобрело имущественный комплекс предприятия и преобразовало его в свой филиал, который возглавил Артем Лоханкин. Эти перемены позволили Брестским коврам выйти из кризиса. На сегодняшний день, какие бы сложные ни были, 20-21 год пандемийные, ну и 20-22 год соответственно, все равно нам удается поддерживать производственные мощности, удается реализовывать свою продукцию. И самое главное, удалось сохранить трудовой коллектив. Это самая главная ценность, без которой филиал не смог бы развиваться и не смог бы добиться того, чего он успел добиться за два года. Сегодня в филиале трудится около 300 человек. И каждый из них понимает, что только совместная профессиональная работа повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции, как следствие будет и хорошая заработная плата. К слову, в 2021 году в среднем по филиалу она превысила 1000 рублей, а в 2019 году она не достигла и 700. В лучшую сторону изменились и другие показатели. Нам удалось добиться 150 тысяч метров квадратных ковровых изделий в месяц, а по итогу работы за 2021 год предприятие выпустило 1 миллион 342 тысячи метров квадратных ковровых изделий. Для сравнения, в 2019 году, в полном году, когда еще существовали ковры Бреста, было выпущено 801 тысяча. То есть более чем в полтора раза больше продукции мы выпустили по итогу 2021 года. Мы не смотрим на ошибки других, мы выстраиваем свою работу. Так как она была выстроена в Витебске, основную массу и лучшую часть того, что у них выстроено, мы переняли на себя. Плюс на месте здесь сохранили, скажем так, свою изюминку Брестскую. И в совокупности это дает положительный результат. Только слаженная командная работа может дать достойный результат. Так, к примеру, коллектив Брестских ковров подключился к обсуждению законопроекта о Всебелорусском народном собрании. На встречу с рабочими приехал председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Белпрофмаш Дмитрий Кузелько. Спикер рассказал о роли Всебелорусского народного собрания в общественно-политической системе Беларуси, способе отбора его участников, выдвижения, утверждения делегатов на Всебелорусское народное собрание. На первом этапе наши трудовые коллективы должны знать о том, что проходит. Проходит обсуждение данного закона. А он является сейчас очень важным таким этапом в нашем государстве после принятия Конституции. Ведь вот законопроект, который в дальнейшем будет принят, это будет итогом вот этой нашей кропотливой работы по обсуждению и в трудовых коллективах, на диалоговых площадках, при информировании наших членов профсоюза через наши информационные группы о важности и о значимости всей вот этой кампании. Если говорить о новом проекте закона, о Всебелорусском народном собрании, то для меня очевидно два преимущества. Во-первых, то, что Всебелорусское народное собрание соберет делегатов со всех регионов. И второе, то, что делегатами будут не только представители власти, но и представители трудовых коллективов. А что это значит? Это значит, что простые люди смогут высказывать свое мнение при решении каких-то вопросов, в которых, возможно, они более лучше ориентированы, чем руководители на своих постах. И я считаю, что очень важно, чтобы, как сегодня, что на предприятии приезжают представители власти, представители профсоюзов, проводят диалоговые площадки с работниками и информируют их о новом проекте закона. Профлидеры Брещины продолжат информировать трудовые коллективы о проходящем в стране общественном обсуждении проекта закона о Всебелорусском народном собрании. На очереди предприятие «Брестмаш». В эфире «Итоги недели» говорим об актуальном. Каким бы большим и успешным не было предприятие, самым ценным в его структуре является человек. Поэтому организация системы охраны труда – одна из важнейших сфер, которая находится на особым контроле у государства, а потому различные мониторинговые группы регулярно посещают предприятия. В этот раз представители технической инспекции Брестского областного объединения профсоюзов проверили 14 субъектов хозяйствования, в числе которых предприятия газовой, строительной, транспортной и перерабатывающей отрасли промышленности, а также организации торговли и учреждения образования. Наша съемочная группа побывала на мониторинговых мероприятиях предприятий «Брестгазоаппарат» и «Гефесттехника». Подробности в материале Людмила Логодич. В Бресте образцом работы системы безопасности являются предприятия «Тысячники». Сохраняя отличные показатели, они подают остальным пример в организации охраны труда на производстве. Среди флагманов известные далеко за пределами страны «Савушкин продукт», «Ликера», «Водочный завод», «Санта-Брестгазоаппарат» и, конечно же, «Брестгазоаппарат». Именно с литейно-механического цеха этого предприятия было решено начать мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях города. Наш цех молодой. На данном предприятии мы открыли с 1 декабря 2020 года. На сегодняшний момент численность нашего цеха составляет порядка 115 человек. Мы, конечно же, в первую очередь занимаемся импортозамещением, производим мы горелочную группу серии «Гефес-661». Разрабатываем, сами разработали, сами отливаем корпус горелки. Высокое внимание у нас уделяется, конечно же, в первую очередь выполнению планов производства моего цеха и охране труда. На охрану труда на предприятии не жалеют финансирования. В этом смогли убедиться и члены рейдовой группы. Они ознакомились с тем, как поддерживаются показатели температурного режима, в каком состоянии находятся санитарно-бытовые помещения, насколько обеспечены специальной одеждой и обувью работники. Я, как представитель профсоюза, сделал для себя вывод тот, что служба охраны труда здесь, будем считать, почти образцовая. Поэтому некоторым предприятиям надо бы постажироваться у этих инженеров по охране труда. Такое же положительное мнение у рейдовой группы технической инспекции труда оставило и посещение предприятия «Гефесттехника». Участники мониторинга отметили эффективность взаимодействия профсоюза и нанимателя в обеспечении здоровых и безопасных условий труда. Рейдовая группа посетила цеха, где налажено максимально автоматизированное производство, санитарно-бытовые помещения, а также уделила внимание вопросам питания сотрудников предприятия. Мы выпускаем как электрические, так и газовые, так и газоэлектрические плиты, напольные, также встраиваем технику. В соответствии с требованиями законодательства, функциями службы охраны труда является организация работы по охране труда на предприятии и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда работающим. В соответствии с этим мы и работу свою организовываем. Мы убедились, что профсоюза и наниматель работают в тесном взаимодействии. Мы увидели, что проведены антиковидные технические мероприятия на предприятиях, на обоих предприятиях, своими собственными разработками техническими. Питание работников, организованное на должном уровне, имеется не только комната для приема пищи работников непосредственно недалеко от рабочих мест, но и организованное горячее питание в столовой на 300 посадочных мест. Довольно высокая планка взята этим предприятием, сотрудничеством профсоюзов и нанимателям. И это важно, ведь система охраны труда на предприятии существует не только для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, повысить эффективность деятельности работников и защитить от потерь, вызванных простоями. Это прямая обязанность работодателя, прописанная на законодательном уровне. Стоит отметить, что всего в рамках данного мониторинга специалисты проинспектировали 14 субъектов хозяйствования. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Уберечь квартиру от ограбления, незамедлительно приехать на сработавшую сигнализацию, помочь и спасти. Сотрудники департамента охраны МВД справляются с такими задачами на все 100. А все потому, что здесь работают профессионалы, которые достойно и с честью выполняют свое предназначение. Искореняют преступность, обеспечивая нашу защиту и безопасность. Уже на протяжении 70 лет люди в погонах стоят на страже спокойствия горожан. В Бресте прошли областные торжественные мероприятия к юбилею образования подразделений охраны МВД Республики Беларусь. В этот день представители службы охраны отдали дань памяти героям, церемонии возложения цветов к вечному огню в Брестской крепости. Отметили лучших в профессии с заслуженными наградами, а финальным аккордом стал праздничный концерт. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею образования Департамента охраны МВД, начались на святой земле Брестской крепости. Люди, которые пришли в профессию по зову совести и чести, сочли своим долгом отдать дань глубокого уважения памяти героически погибших предков. То, что работа в подразделениях охраны основана на фундаменте высоких нравственных ориентиров, ежедневном самоотверженном труде и многолетних традициях позволяет воспитывать истинных профессионалов, бесконечно преданных своему призванию. Их важный вклад в общее дело был высоко отмечен заслуженными наградами. Наверное, в Беларуси нет ни одного гражданина, который не знает, что такое охрана, который не знает, что такое наряд группы задержания. Все это на виду. Люди нас видят, люди нас знают, люди нам доверяют и пользуются нашими услугами охраны. Наши сотрудники – это настоящие профессионалы, которые обладают всеми навыками, проходят специальную подготовку, их обучают. Они готовы к действиям в любых экстремальных ситуациях. За долгие годы своей работы я не пожалел ни одного дня, что если бы можно было вернуться опять, я бы все равно пришел в охрану. Понимаю, что это моя судьба. Спустя уже почти 25 лет службы я понимаю, что это одно из лучших подразделений, потому что мы единственное подразделение, которое работаем и день, и ночь. Мы работаем сутки, а тем более, как я, старший оперативный дежурный, целые сутки мы контролируем город, а ночное время это особенно. Сегодня под защитой департамента охраны Брестской области более 18 тысяч объектов и жилых помещений физических лиц. Каждые сутки из числа личного состава выставляется свыше 120 постов. 78 групп задержания круглосуточно несут службу в режиме готовности, оперативно реагируя на сигналы тревоги. За семь десятков лет на страже безопасности пройден непростой путь формирования, становления и совершенствования, благодаря которому служба охраны заняла одно из ключевых мест в системе правоохранительных органов. Мне бы было честь от имени областного исполнительного комитета и от себя лично поздравить вас с юбилейной датой. 70 лет вы золотой нитью вшили в историю Беларуси, в историю своего подразделения. Я хочу поблагодарить вас за тот широкий спектр задач, которые решает ваше подразделение. От охраны личной собственности до охраны государственной собственности. Всегда достойно, всегда ответственно. Это, по сути, ваш демиз. Какой красивый, уютный наш город Брест. И как замечательно, что этот город еще и спокойный город, где все в надежных руках, в том числе и под охраны. Поэтому от имени руководства города, от имени горожан, да и лично, как потребителей ваших услуг, хочу поздравить вас с этим замечательным юбилеем и пожелать всем удачи, здоровья и процветания. За тяжелый, требующий предельной концентрации сил и ежедневный труд в этот день на торжественном мероприятии, посвященном юбилею, нескончаемым потоком звучали слова благодарности и признательности. Ведь история охранного ведомства – это судьбы людей, которые день за днем, год за годом развивали и укрепляли его. В этот праздничный день были награждены лучшие сотрудники и ветераны областного управления и подразделения охраны области. Клуба превратилась в высокоорганизованную, сплоченную, профессиональную службу. И она сегодня продолжает те хорошие традиции, которые были сформированы за все эти 70 лет. Хорошие люди служат в охране, пользуются авторитетом. Охрана, как семья большая, умеет дружить, умеет поощрять, поддерживать людей, тем самым сплачивается и честно, добросовестно выполняет возложенные на них обязанности. А в завершение торжественного мероприятия его организаторы подготовили для всех ветеранов, сотрудников службы охраны, а также всех гостей подарок. Им стал большой праздничный концерт. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok